Двери заперты, электричества с понедельника нет. Вместо вывесок объявление о переезде магазинов. Прежде в этих павильонах водители и пассажиры междугородных автобусов могли купить себе обед или кинуть деньги на телефон. Теперь пустые помещения ожидают только спецтехнику. Суд признал эти постройки незаконными и постановил их снести. Тендер на эти работы собирались объявить еще в ноябре. На календаре декабрь, а вот он и не там, хоть и выглядит ветхим и заброшенным. Слухи о реконструкции привокзальной площади ходят по городу уже лет 10. Последний план был представлен нынешним губернатором и бюро «Стрелка». По проекту автовокзал перенесут в крыло железнодорожного. К морскому проведут закрытый пешеходный переход. А вместо неказистых ларьков построят новые павильоны. Жители Мурманска единодушно рады к ведущим переменам, но очень интересуются деталями. Я отношусь к переделке нормально, а вот то, что мало будет для автовокзала площади, вот это совсем другой вопрос. А чем раньше не нравилось? Там был такой уютненький, сидишь в окошке, смотришь. А здесь будет большое панорамное окно? Нормальные, комфортные, торговые комплексы надо. Ну что это, бечевник какой-то, рассадник? Не знаю, ну что это, разве это годится? Когда сказка станет были, доподлинно неизвестно. Более определенную стратегию развития пространства собираются представить весной 2021 года. Помочь в реализации уже обещают Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития Мурманской области и РЖД. Александра Клепцова, Татьяна Лежняк, ТВ21+. Субтитры создавал DimaTorzok